Итак, братцы, снова я вас приветствую на нашем канале «Строю дом своими руками». В прошлом выпуске мы сделали вот эту вот замечательную сауну. Ну, то есть пристреляли профиль к стенам, пришили все эти подсистемные элементы и, в общем, прикрутили гипсокартон. Я немножечко перешагнул один этап, я не показал сам поддон, как я его заливал. Вот с этого мы сейчас и начнем. Давайте прям вот кадры из того времени про трап. Сегодня мы занимаемся душевым трапом и барной комнатой в сауне. Помните, что я взял в свое время вот такой вот салолифт? Он будет у нас забирать воду из подвала наверх. Мы сейчас с вами, наверное, уже зимой делаем сауну, а сейчас еще на дворе август. И мы с сыном бьемся за то, чтобы сделать водоотвод. Вот этот мужчина сам лично прокопал первую в жизни траншею, нашел вход и сейчас мы впаяемся. Да, вот сын, шпилька, она и есть. Все, теперь обкапываю ее, чтобы туда можно было аппаратом пайки подойти. И будем паяться. Молодец, ты молодец, я горжусь тобой. А, еще знаете что, напишите в комментарии, если вам не сложно. Вот я сейчас стою. Это место, оно запланировано в начале, было как-либо баня. Второй вариант, это бассейн. Бассейн я хочу 100%, и он будет вон туда идти в ту сторону. Иметь в доме и сауну, и баню, мне кажется, это немножко... По утрам пьют аристократы, да, шампанское? Это аристократично. Мы все-таки больше рабочий класс. Поэтому напишите, как вы считаете. Хотя мои друзья, мои кореша из Екатеринбурга, если смотришь, привет, Никит. У него есть баня летняя и сауна зимняя. И всю зиму они ходят в сауну, а баню включают только на лето. Хотя она у них отапливается круглогодично. Поэтому, друзья, напишите, как у вас, какие опыты, как вы сами считаете. Но я бы хотел, наверное, иметь и то, и то. Либо, либо отапливаемый бассейн, где будет просто... То есть зашел, помылся в душике. У нас уже есть канализация, вы видели. А этот бассейн у нас, друзья, на аукционе, в торги. Будем его продавать. Может быть, вы когда смотрите этот видос, я его уже продал. Так, ну, я же не мог вам не показать, что тут творится. Так, мне надо как-то ногами это зажать, чтобы я мог своевременно выдернуть. Мы сейчас это все еще утеплим, и зимой никаких проблем у нас не будет. Я взял сороковой диаметр, чтобы вода уходила комфортно. Так, все нагрелось. Хоп-хоп. Так, ну, заужение сечений бояться здесь, конечно, не стоит. Но, тем не менее, мы их все-таки проверяем всегда, ребят. И мы видим, что здесь о них думать даже нет смысла. Так, это раз. Сейчас сделаем второй. Я сейчас нахожусь на двухметровой глубине снаружи стены, чтобы вы понимали. Кто не понимает. Ребят, и самое главное, что это такое удовольствие. Наверное, вы видели, что мой канал назывался или называется еще «Строю свой дом своими руками». Так вот, я уже не строю свой дом своими руками. Мы строим наш дом своими руками, и мне в большей степени сейчас уже помогает сын и дочь, ну и, конечно же, жена. Вот, я получаю от этого несказанное удовольствие. Так, вот сейчас вот так впаиваем. Сейчас, короче, вот эту трубу тоже утепляем хорошенько. Сейчас я принес цемент. Хорошо, что я осенью оставил песок в ведрах, он не замерз, он не промок. Короче, он готов к работе. У меня уже выложена душевая ванночка, которая будет. Осталось только сейчас поставить душевой тракт. Вот такой вот я приобрел квадратненький. Почему квадратненький? Конечно, не лучший может быть вариант, но у него есть плюс в том, что его можно в любом месте расположить относительно нашей шахты. Вот здесь будет стоять соло-лифт внутри. А ванна вот она, чашечка. Поэтому я сделаю к нему все стоки, и вода будет аккуратненько в него сливаться. И вот задача наша уйти, короче, вон в эту щелку. Но высоту этой трубы мы будем выбирать по соло-лифту. Сын, вставь его туда внутрь, только вот так наоборот. И мы что видим? Что у нас прям самый-самый низ. Вот сюда нам надо будет и уткнуться. Чего я боялся, того бояться не стоит. Я раньше думал, что вот этот тракт надо будет в самый край ставить, потому что высота. А сейчас вижу, что вообще проблем никаких нет. Просто их ноль. Выставляю центр по рулетке. Подставляю под низ. И начинаем аккуратненько это все заливать с уклоном на соло-лифт. Соло-лифт будет там храниться. Здесь будут полочки для всякого белья. Вот тут будут вешалки. И здесь, возможно, будет стеклянная закрывашка. Либо стеклянная, либо тканная. Пока не решил. Если стеклянная, то она будет из трех секций. То есть сдвижные. Но это мы решим поближе. Если будет такая возможность, я их приобрету. Конечно, это вообще здорово. Начинаем это все монтировать и подготавливать к заливке. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Итак, про трап вы поняли. И теперь, пока душевой поддон готовится, в общем, мы занимаемся подшивкой стен для будущей укладки имитации бруса. Здесь, кстати, посоветуйте, друзья. Есть вариант «Клееная имитация кедровая». Такую мы делали у родителей в бане в проекте «Баня в подарок». Помните? Посмотрите вот этот плейлист, если вдруг вам интересно. Или клееную кедровую имитацию. Либо я подумал еще, как вариант использовать липу. Ну, то есть липовую или осиновую доску. Вот напишите, пожалуйста, если вам не сложно. Ну, во-первых, вы поддержите этим канал. А во-вторых, напишите комментарий, как вы считаете вообще, какую древесину взять за основу для сауны. Потому что этот процесс у меня прямо сейчас уже ждет. То есть сначала, конечно, мы душевую, наверное, закончим. Моя задача такая. Я хочу к лету, чтобы сауна была готова. Продолжение следует... И еще вот такой вопрос у вас был, ну, у зрителей, у кого-то. Нафига в сауне гипсокартон? Ну, давайте будем так говорить. Изначально гипсокартон у меня влагостойкий. Это первое. Второе. Я его буду еще хорошенько гидроизолировать, грунтовать. Почему я не стал делать штукатурку на стены? Ответ очень простой. Друзья, для того, чтобы штукатурить стены, мне нужно сюда будет спустить где-то тонны две песка. Сейчас зима, песок выдержать сложно. Если я буду с улицы таскать, это и разморозит дом, и это грязь. Короче, я просто не хочу уже грязи. Надоело. Тем более, что осталось только эту комнату зашить. И я с этим справился. Здесь стены никаким образом не будут подвергаться деформациям. Здесь нет никаких таких зон, где мы что-то будем толкать, пинать, играть, бегать. Это просто челлаут-зона, комната отдыха. Поэтому гипсокартон здесь, как никто другой, хорошо себя чувствует. И все комфортно. Вот. Так, продолжаем работу. В общем, братцы, что получилось? Зашил все стены. Все подготовил к тому, что сейчас мы просто будем обшивать их кедровой имитацией. Здесь, кстати, у меня будут полки-трансформеры. Так же, как у родителей. Вот кадрики из родительской бани. Кстати, опять же, по плейлисту вон там можете посмотреть все выпуски с той тематики, когда мы делали баню родителям. Смысл какой? Один трансформер будет ложиться, подниматься сюда. Второй трансформер будет подниматься вот так. То есть, например, мы с супругой можем лежа, смотря друг на друга, лежать, отдыхать, загорать. Вот и все. Мои мечты будут, да богу, в уши, да? Но, друзья, все получится. Просто надо верить, надо идти к своей цели. Вся история. Так, по сауне мы закончили. Ну, то есть, на сегодня. Я имею в виду по парной. По душевой, братцы. Какая мысль? Там у меня салолифт. Его вы уже видели, я про него рассказывал. Но еще расскажу. Единственное, что здесь будет доработана система. То есть, в момент, когда мы помылись, особенно в морозы и зимой, здесь будет кран еще, который будет сливать назад в поддон воду. То есть, чтобы вот с этой системы, и чтобы в ней вода не оставалась, чтобы ее обесточить. Потому что в трубе может какая-то часть воды быть. И открою. И там перелив. В одну сторону уйдет вода в яму. А другая вернется, которая стоит в вертикальном положении, она вернется мне сюда в душ. И в салолифте аккумулируется. То есть, вот такая мысль. Но это в морозы. Только в морозы. Летом такого делать вообще не надо. Далее я сейчас шпатлюю все вот эти элементики. И еду покупать гидроизоляцию. Будем промазывать все стыки, лентой проклеивать. То есть, это помещение должно к гипсокартону не иметь никакого отношения в конце. Прям камера. Камера такая. Полиэтиленовая камера. Которая будет полностью изолирована от воды. Кстати, друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал Инсту. Там я много выкладываю всяких разных типа шорцев, элементиков, всяких веселых и смешных. И вот однажды написал у меня один товарищ, что какой глупый человек додумался до утепления дома изнутри. Ну, точнее, сауны изнутри. Все утепляют нормальные люди снаружи. И вот этот человечек-то, конечно, вообще, наверное, не понимает, как это все работает и для чего это делается. Но мне в комментариях там попросили все-таки объяснить. И я объясняю. Друзья, в данном случае, еще раз, наша парная, наша парная, она является сейчас неким термосом. Я понимаю, что нормальная баня должна дышать и лучше это все бревенчатые части и так далее. Но, друзья мои, как я могу сделать бревенчатую сауну в подвале из бетона? Это невозможно. Поэтому в данном случае мы используем уже проверенную технологию многих компаний и собираем вот такую вот каркасную баню, утепленную изнутри. Но обшивая все это очень хорошо защитной фольгой и потом еще деревом декором. Дышать в этой бане у нас будет система Басту. Вот она. Вот она раз, вот она два, и она выходит там на улицу. Вот она призвана создавать вентиляционную всю систему нашей бани. А также вентиляция, которая идет в комнате отдыха. То есть она забирает излишнюю влагу еще дополнительно. Понятное дело, что там парень свое написал, он имеет право писать все, что угодно. Это его мысли. Я даже нисколько не против. Но вы-то адекватные люди понимаете, для чего все было сделано именно таким образом. Еще один момент. Сейчас пока закрыл это все картоном, чтобы туда тепло сильно не шло, но там у меня пластиковое окно. И вот сейчас у меня мысль, делать ли просто деревянный подоконник с деревянной косячкой, ну потому что пластик здесь нельзя, или делать все-таки второе деревянное окно, которое будет перед пластиковым там, для того, чтобы блокировать, ну на пластик, чтобы не шло тепло. Хотя здесь мы набираем температуру максимум 60, может быть 65 градусов. Ну вверху, ну может быть там 70. Мне кажется, что это не сильно уж и критично. Но вы тоже напишите. Короче, у меня сегодня видос вопросов для вас. В следующем выпуске, братцы, я надеюсь, что успеет доехать керамогранит, успеет доехать сантехника, и мы начнем уже очень красивую там заусовочками, 45 градусов запилами, начнем делать и поддон, и стены, и полки, и все такое. Поэтому подписывайтесь на канал, кто не подписан, и увидимся с вами буквально через, ну, несколько дней. Через, ну, неделю, давайте так. Все, рад был вас видеть. До скорых встреч. Все, пока-пока-пока. До скорых встреч.